Пасха Пасхальные обычаи Воскресение Христово есть основа и главное упование нашей веры. Поэтому праздник, посвященный этому великому событию, Пасха, именуется праздником праздников и торжеством из торжеств. Слово Пасха означает в переводе с еврейского прихождение, избавление. Во времена Ветхого Завета празднование Пасхи совершалось в воспоминании освобождения израильского народа от египетского рабства. Бог не оставил Свой народ, вывел Его из плена и сопроводил в землю обетованную. Это событие явилось прообразом славного Воскресения Христова. Христос освободил людей от рабства, греху и смерти. Он открыл нам дорогу в истинную землю обетованную, в Царствие Божие, Небесный Иерусалим. Праздник Воскресения Христова венчает собой Великий Пост, во время которого верующие покаянием и воздержанием готовятся достойно встретить грядущее торжество. Вечером, в Великую Субботу, задолго до полуночи, в храм истекаются верующие в светлых праздничных одеждах и ожидают наступающего пасхального торжества. В храмах читается книга деяний святых апостолов, повествующая об их проповеди Воскресения Сына Божия. Священнослужители облачаются в белые одежды. В полночь начинается пасхальный крестный ход. Духовенство и верующие с пением тропаря обходят храм подобно женам-мироносицам, пришедшим рано утром в воскресенье ко гробу Спасителя. С колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный звон. Торжественная процессия останавливается у запертых дверей храма, как у заваленного камнем входа в пещеру, где положили тело Иисусова. Подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о воскресении Христовом, священник возглашает радостную весть. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробях живот даровав. Дверь храма творяется, как отворились небеса, в светлый день воскресения Господня. Совершается то, чего так долго ждало человечество, ждал падший Адам с раскаянием и тоской, взирая на потерянный рай. Благодаря искупительной смерти и воскресению Христа, небесные врата вновь отверзлись человеку. В знак этого великого события всю пасхальную седмицу царские врата в храме стоят открытыми. Перед ними поставляется освященный пасхальный хлеб Артус, который раздается верующим в светлую субботу. В пасхальную ночь на верующих исполняются слова Христовы. Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Последующие сорок дней до вознесения Господня люди будут делиться этой радостью, встречая друг друга словами «Христос воскресе!» и слыша в ответ «Воистину воскресе!» На протяжении всей светлой седмицы в храме будет ежедневно совершаться крестный ход в знак победы Христа над смертью и адом. Традиционные пасхальные подарки — это крашеные яйца, творожные пасхи, куличи. Вкушением этой благословенной пищи начинается пасхальная трапеза. Она напоминает верующим о той небесной духовной пище, которая ждет нас в мире горнем. Обычай дарения и вкушения яиц имеет символическое значение. Яйцо — символ жизни. Оно служит для нас образом воскресения Господня. Подобно тому, как из яйца появляется жизнь, ранее сокрытая, так и умерший Христос, лежащий во гробе, восстает из жилища смерти и тления. Пасхальное яйцо является символом и нашего возрождения в жизнь вечную. По преданию Православной Церкви, обычай взаимного дарения яиц обязан своим происхождением Святой Марии Магдалине, жене Мироносице, сподобившейся одной из первых, узнать о чудесном воскресении Спасителя. Со словами «Христос воскресе» и проповедью Благой Вести святая преподнесла пасхальное яйцо римскому императору Тиверию. В святоносные дни Пасхи Христовой люди стремятся посетить больных и заключенных, чтобы принести им радость пасхального торжества. Светлую Седмицу не положено поминать усопших и посещать кладбище. У Бога все живы, поэтому Господь есть Бог живых, а не мертвых. С воскресением Христовым смерть перестала быть вечной разлукой человека с Богом. Она стала временным разлучением души с телом, мостом, соединяющим человека с вечностью. Христос воскресе! Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается.